В феврале на сайте госжилинспекции Московской области был опубликован рейтинг управляющих компаний за 2017 год. Каждый житель может найти там свою, чтобы понять, добросовестная ли организация управляет его домом, или лучше ее поменять. В рамках обсуждения итогов работы за год заместитель и руководитель главного управления ГЖИ Александр Белоусов отметил работу лидеров УК «Домжилсервис», «Сервисдом», «Жилэкссервис», покритиковал аутсайдеров СВТ, Гребневскую службу ЖКХ. От ГЖИ ничего не скроешь, она мониторит и жалобы граждан, и судебные иски, и административные дела. За год было возбуждено более 400 административных дел в отношении управляющих организаций, которые осуществляют свою деятельность на территории Щелковского муниципального района. Коллеги, это очень большой объем, это очень большое количество. И тем не менее, те или иные управляющие организации предпочитают платить штрафы, а не взаимодействовать с жителями на территории. Уважаемые коллеги, я много раз говорил и еще раз повторю, в данном случае именно вы для жителей, а не жители для управляющей организации. Это не средство обогащения. Говоря о планах на этот год, Александр Белоусов призвал улучшить качество ремонта подъездов и доделать, исправить то, что делали в прошлом году. План по области – еще 30 тысяч подъездов нужно обновить. Необходимо в каждом доме создать совет МКД. Сейчас в Щелковском районе 98% – это неплохо. Зам. руководителя ГЖИ прокомментировал изменения в жилищном кодексе. С 1 января ужесточились требования к работе управляющих организаций. В частности, исключаются так называемые запасные лицензии. Хочу сказать, что если лицензия без домов, вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю, то сроки действия такой лицензии – полгода. В последующем времени мы выходим в суд, и такая лицензия аннулируется. Теперь про запас набрать их не получится. Кроме того, срок действия лицензии на управление домами теперь ограничен пятью годами. Дальше ее нужно будет переоформлять, подтверждая свою честность и качество работы. ГЖИ уже с учетом наработанной практики посмотрит, как себя управляющая организация вела, какие есть характеристики, сколько в отношении нее поступило обращений граждан, сколько возбуждено административных дел, выдано предписание. Все эти сведения будут поданы на лицензионную комиссию, а лицензионная комиссия уже пускай принимает решение. Как на их взгляд, хорошо ли работает управляющая организация, довольны ли жители. 2017 год был отмечен большим количеством неправильно организованных собраний по выбору УК, которые привели к судебным разбирательствам. Но благодаря совместной работе администрации района с ГЖИ и правоохранительными органами есть результат. Спорных домов осталось не более десятка, волнения жителей улеглись, соответственно вырос процент собираемости платы за коммунальные ресурсы. Миграции у нас нет, это можно уже говорить с уверенностью. Управляющие компании по многоквартирным домам жители уже стабильно понимают и видят работу тех управляющих компаний, которые работают на многоквартирных домах. Надеюсь, что за 2018 год мы вообще постараемся решить все эти проблемы и вопросы, которые у нас возникли в 2017 году. Ирина Микеда, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».